Меня зовут Артур, я из города Львова, с Украины. Почему я приехал на ретрит? Потому что я дошел в какую-то точку, и нужно было с этой точки как-то выходить. То есть я хотел поменять профессию, и я начал в этом плане работать. Но теперешняя ситуация там, где я жил, как бы на эмоциональном плане я что-то делал, а на физическом не делал. И вот Айвазка, она меня позвала, она меня сюда позвала. И я приехал сюда понять свое настоящее предназначение, кто я, какой мой путь вот этот. То есть бросить то, чем я занимаюсь. А чем ты занимаешься? Я программист. Это, в принципе, тоже была моя мечта в 2009 году. И я ее исполнил. И вот я дошел до той точки, когда мечта была уже исполнена, и нужно было что-то как-то двигаться дальше. И, соответственно, в той точке я нашел гипнотерапию. И начал уже практически год вот этим заниматься. И мне нужен был какой-то такой прорыв, выпустить энергию, да. То есть я проехал 4000 километров. То есть за 5 дней, за 5 дней я просто залетел сюда. И это было очень классно. И вот я очень рад, что я приехал сюда. Да, я хотела бы сказать, что мы сейчас находимся под Барселоной. Это Испания, где и проходит ретрит Айоваска. Какие были у тебя сомнения, волнения перед самим, перед самой церемонией? Сомнений не было. Был и даже страха не было. Было какое-то волнение вот в предвкушении, да. То есть я уже хотел... Хорошее волнение было или... Да, хорошее, но всё равно вот этот момент, оно как бы... Волнение было целое, я не ждала этого, я готовился. Вот. И страшно не было, да. То есть здесь не нужно бояться, потому что если ты боишься, чем больше боишься, тем тяжелее будет, да. То есть нужно просто всё принять. Вот. Расслабиться и принять. Потому что как бы... Ну, в этом состоянии нельзя контролировать, можно только принимать. Быть принимающей стороной. Вот так я и сделал. И мне помогли твои вот эти напутствия с дыханием, да. Я дышал долго, да. Чтобы айавазка в какой-то момент, она... Ну, чем дольше она задержалась в моём организме, да. Да, да. Вот. И сегодня совсем другие ощущения. Какие? Расскажи, какие у тебя ощущения. Ты улыбаешься с ними целый день. Да, да. Потому что, ну, в самом процессе я просто заканчивал некие разговоры, фразы, да. Проживал эти моменты, которые были незакончены, да. И просто их закрывал. И я чувствую, не знаю, лёгкость, какая-то лёгкость, да. Есть уверенность, да. То есть я знаю, куда я иду. Вот. Может, ещё всё не распаковалось, да. Потому что всего лишь там пару часов пришло. Это первая ночь только была. Да, только первая ночь. И я знаю точно, что у меня всё получится. Вот такие ощущения. Круто. А скажи, пожалуйста, вот обратная связь тех людей, которые тебя сегодня утром встретили. Что они увидели на тебе, на твоём лице? Что-то изменилось или, может быть, нет? Да, изменилась, во-первых, улыбка, как ты сказала уже. И взгляд, изменился взгляд. Вот. Да, вот это другими глазами я смотрю на мир. И это видно, заметно. И что? И сегодня ждёшь вторую ночь? Жду. Жду вторую ночь. С предвкушением. С предвкушением, да, да, да. Я тебя поздравляю. Ты воин. Молодец. Спасибо. Спасибо.